Здравствуйте! Это Суть Дела. Верховный суд России подготовил изменения в Уголовные и Уголовно-процессуальные кодексы, которые позволят считать проступком 112 составов преступлений. Верховный суд предлагает сделать более гуманным российский уголовный закон. Впервые совершивших ряд нетяжких преступлений будут штрафовать или отправлять на общественные работы. В категорию проступков попадут 112 преступлений, среди них мелкие кражи и мошенничество, а также 29 предпринимательских составов. Законопроект уже разработан и скоро будет внесен в Дугу. Наличие судимости препятствует социализации граждан, трудоустройству, получению финансовых условий. В этой связи уголовная ответственность за преступления, не наказуемые лишением свободы и совершенные впервые, не соответствует принципам справедливости и гуманизма, заявил на заседании пленума глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. Более чем по 70 составам преступлений вообще не предусмотрено лишение свободы, так как они представляют наименьшую общественную опасность по сравнению с другими. Но судимость, совершившие их, все же получают. В 2019 году она появилась в биографии 26 400 человек. Суть трансформации в следующем. Если человек возместит причиненный ущерб, то его за совершение проступка накажут, но привлекать к уголовной ответственности не станут. Поэтому в его биографии судимости не будет, а значит и негативных последствий, связанных с ней. Наказание станет гуманным. Или судебный штраф, не более половины от максимального размера в соответствующей статье УК, либо бесплатные общественные работы на срок до 240 часов. Либо в течение 1-12 месяцев из зарплаты наказанного в доход государства будут удерживать 5-10%. Человек будет заинтересован искупить свою вину, рассчитывают авторы документа. Иначе его будут судить в обычном порядке. Отдельно проект оговаривает судьбу детей, которые совершили уголовные простуды. Судить их по общему правилу можно с 16 лет. С 14 только за наиболее тяжкие преступления. Государство по отношению к ним тоже готово проявить мягкость, если подросток или его родители возместили ущерб. На первый раз санкции могут быть воспитательные. Предупреждение, передача под надзор родителей, ограничение досуга, установление особых требований к поведению. К примеру, запрет на посещение ночных клубов. Новшества могут повлиять на судьбу значительного числа россиян. По подсчетам Верховного суда, ежегодно проступкам, а не преступлениям смогут признаваться действия более чем 80 тысяч человек. Проступками будут считаться только совершенные впервые некоторые преступления небольшой и средней тяжести. К последним относятся деяния, за которые виновными грозит до 3 и 5 лет заключения соответствия. В соответствии с проектом, гражданин признается совершившим уголовный проступок впервые при отсутствии у него неснятых и непогашенных судимости и при условии, что он в течение года не освобождался от уголовной ответственности в связи с совершением уголовного проступка, уточняет председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Всего проступками будут считаться 112 деяний, упомянутых в Уголовном кодексе. Среди них клевета, незаконное проникновение в жилище без насилия и без угрозы применения, нарушение тайной переписки и телефонных переговоров, если этот человек сделал без использования служебного положения. Также к проступку проект отнесет неоказание врачом без уважительных причин помощи больному, если это причинило вред здоровью средней тяжести. Помимо упомянутых в разряд проступков попадут 53 состава в сфере экономики. При всей своей пока еще неясности предлагаемая реформа уголовного права, несомненно, гуманна, а при постоянных ужесточениях права и росте количества запретов, несомненно, заслуживает одобрения. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе.